Наушники FIO X1 первая версия. Сегодня хочу показать наушники FIO X1 первого выпуска. Отличие первой и второй версии наличие пульта управления и микрофона, то есть первая версия чисто наушники, вторая является гарнитурой. В общем то для пользователей плееров это не такая и очень нужная опция, однако как говорят конструктивно они тоже немного отличаются и вторая версия немного доработана по звуку. Интересно было не только сравнить звучание первой и второй версии, но и сравнить удобство и практичность, нужен ли этот пульт то. К тому же эта версия является копией наушников Dana Titan 1, которые сегодня значительно дороже. Пришли наушники в небольшой коробке. На задней части указаны характеристики наушников. В общем то коробка меньше, чем у второй версии, да и проигрывает по плотности. Упаковка наушников внутри также более бюджетная, однако комплект все же отличный. В любом случае повредить наушники почти невозможно. В комплекте сами наушники, жесткий кейс, прищепка на кабеле, куча насадок. Выглядят наушники вот так. Прикол? Интересно, им запретили менять название оригинального бренда формально? Миниджек стандартный, а также силиконовая стяжка для кабеля не отличается от других. Если говорить сразу, я не могу сказать чем они внешне отличаются, первая от второй версии. Хотя заметил только то, что посадка наушников чуть дальше, от основного корпуса. Во второй версии, насадки немного ближе, возможно визуально это сразу и не заметить. Удобство? Что касается удобства, хотелось бы сразу сказать, что у меня они сидят в уке чуть более уверенно, чем вторая версия. Я так полагаю, это именно из-за этого мелкого отличия. Кому я давал послушать вторую версию, чувствовали комфорт, а лично мне хотелось бы чуть-чуть впихнуть еще глубже, хотя на звук не влияло только тактильные ощущения. В этой версии такого не ощущается. Прослушивание, источники XDAO 10.2, XDAO 10.3, XDAO 10.10, FIO 10.1, Xiaomi Mi 4100. Хочется отметить сразу, что первая и вторая версии имеют похожее звучание. Характер сохранен, есть отличия небольшие, но при этом наушники не теряют своей музыкальности. Звучание наушников аудиофильское, нелинейное, конечно, хуже всего показали себя со смартфоном. Слушать можно, но не то. Наушникам уже будет достаточно XDAO 10.2 и все остальное уже будет только хорошими плюсами. Очень понравилось сочетание XDAO 10.3. Бас хороший, плотный и мощный, в то же время не жесткий. Середина отличная, гитары звучат плотно и насыщенно. Верха звучат отдельно от всех, дополняя всю картину, довольно ровно и мягко. Небольшой взлет в районе низкого баса, а в дальнейшем небольшое снижение на всем диапазоне частот. Провалов на свой слух я не заметил, весь диапазон заполнен довольно равномерно и слышно все, что есть. Отличия звучания первой версии и второй версии моделей. Бас, в первой он чуть более жесткий и его немного больше. Во второй он более мягкий и более рассеянный, он напоминает полностью открытые наушники. Середина, полностью одинаковая, различий нет. Верхний диапазон. В первой он звучит более ровно и резкость немного ниже, но никаких срезов нету. Во второй он более резкий, более выражен. Тарелки громче, как будто идет небольшой взлет. Видимо был произведен небольшой баланс в звучании, для того, чтобы они хоть чем-то различались. Шумоизоляция вас от внешнего мира на 4, а вот вас все же будет слышно на нормальной громкости, но не критично. Первая версия играет, наверное, так, как задумывал производитель изначально. Во второй сделан какой-то баланс и они еще сильнее напоминают открытые версии наушников для аудиофилов. Если уж судить строго и выбирать за и против по звуку, то первая модель подойдет больше тем, кто любит больше баса и ровные высокие частоты. Вторая модель подойдет больше тем, кому нравится очень мягкий бас и более сильные верхние частоты. Хотя характер звучания и подача одинаковая, стоит ли переплачивать 10 долларов за гарнитуру решать вам. От себя только добавлю, лучше их использовать хотя бы с простым усилителем или начальным XDAO 10.2 плеером, в котором он уже встроен. Рекомендую использовать XDAO 10.3. Сегодня на мой взгляд сложилась табличка наушников в соотношении цена-качество. Один Мор Пистон Классик, переиздание Пистон 2. 20 долларов дано Титан 1 ЕС 45 долларов, ФИО X 155 долларов минус 65 долларов на мой вкус в данных ционовых категориях. Спасибо за внимание. Бонус, дополнительная информация. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.